В полночь с 8 на 9 в предместе Берлина Карлсхосте был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. Говорит Москва. Подписание акта о безоговорочной капитуляции Германских вооруженных сил. Акт о военной капитуляции. Первое. Мы, ниже подписавшиеся действия от имени Германского Верховного Командования, соглашаемся на безоговорочную капитуляцию всех наших вооруженных сил на суше, на море и воздухе, а также всех сил, находящихся в настоящее время под немецким командованием, Верховному Главнокомандованию Красной Армии и одновременно Верховному Командованию Союзных Экспедиционных Сил. Да, вспоминается очень ясно, но стоит прямо перед глазами май 45-го года. Я вспоминаю, как по радио шли тогда заключительные приказы Верховного Главнокомандующего. Небо озарялось миллионами разноцветных ракет. Звонили непрерывно слушатели к нам в радиостудию. Требовали, ну давайте, товарищи, читайте о победе, чего тянете, ну когда же, когда. И вот, наконец, победа. Сообщение в студии, микрофон включен. И в два часа десять минут ночи собрал все силы, но нужно сдержаться, знаете, в волнении, большая радость, такая неуемная. Акта военной капитуляции Германии. Фашистская Германия разгромлена. На улицах повальное веселье. Кто смеется, кто плачет от радости. У всей планеты была в этот день общая радость и общий гнев. Еще много поколений будут проклинать фашизм и будут помнить о тех, кто принес им освобождение. Застыли в ожидании войска. Едва колышутся полотнища знамен. Знамя победившего Сталинграда. Знамя так и не отданной Москвы. Знамя, водруженное над Рейхстагом. Знамена победы, символы воинской доблести, святыни фронтов, армий, корпусов. Лучшим из лучших. Коммунистам, комсомольцам было доверено пронести их в этот день по Красной площади. Знамена славы. И знамена бесславия. Они развивались над многими европейскими столицами. А теперь поверженные подметали брусчатку Красной площади. Михаил Сергеев пришел сюда от пограничной заставы на Буге. Она приняла неравный бой в первый день войны. Героически пала, но не сдалась. 18 московских ребят из старого дома, что по Спасоглинищевскому переулку ушли в бой. И только двое вернулись. Один из них Леонид Казаков. От расстрелянных стариков, женщин и детей родной деревни Белая на Харьковщине был здесь Степан Шинкин. Их было 200. 200 бойцов особого батальона. Но за ними стоял весь наш победивший народ. 24 июня. Один из лучших дней этого долгожданного 1945 года. В эти послевоенные месяцы все человечество объединилось в усилии сделать наступивший мир прочным и долговечным. 26 июня в Сан-Франциско представители 50 государств приняли устав организации объединенных наций. Прочные основы мира в Европе заложила Потсдамская конференция. На ней было достигнуто соглашение о сохранении и развитии Германии как демократического и миролюбивого государства. 6 августа 1945 года разыгралась страшная трагедия японского города. Через три дня такая же участь достигла Нагасаки. Этот варварский акт был не нужен. Победа над милитаристской Японией уже была предрешена. В целях скорейшей ликвидации очага войны на Дальнем Востоке и устранения постоянной угрозы нападения, верный своим союзническим обязательствам Советский Союз 8 августа вступил в войну с милитаристской Японией. Советский Союз 8 августа вступил в войну с милитаристской Японией. 2 сентября в Токийской бухте на борту американского линкора Миссури был подписан акт о безоговорочной капитуляции милитаристской Японии. На этом и закончилась Вторая мировая война. В списки погибших были внесены последние фамилии. Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ КОНЕЦ Не все солдаты вернулись домой, не все матери дождались сыновей. Двадцать миллионов жизней отняла у нас война. Из них шесть миллионов пали на полях сражений. Его зарыли в шар земной, а был он лишь солдат. Всего, друзья, солдат простой, без званий и наград. Ему, как мавзолей, земля на тысячи веков. И звездные пути пылят вокруг него с боков. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Победа, которая завоевана в сражениях Великой Отечественной войны, это победа нашего героистского рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Победа всего многонационального советского народа. Это победа славной армии, армии, созданной революцией, воспитанной партией, неразрывно связанной с народом. Это победа советской военной науки, боевого мастерства всех родов войск, искусства советских полководцев, вышедших из народа. Многое пришлось испытать советскому солдату, офицеру и генералу на дорогах войны. Когда теперь, спустя три десятилетия, вспоминаешь о том, что выпало на долю солдата, офицера и генерала, даже не верится порой, что все это было, что это можно было выдержать. Выдержали, все выдержали, через все прошли и победили, разромили фашистского агрессора. День победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Это день победы, порохом пропах. Это праздник, сведеною на висках. Это радость, со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Дни и ночи у мартеновских печей не смыкала на хороде ночей. Дни и ночи, битву трудную вели, Этот день мы приближали, как могли. Это день победы, порохом пропах. Это праздник, сведеною на висках. Это радость, со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Здравствуй, мама! Возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы, прошагали пол земли, Этот день мы приближали, как могли. Это день победы, порохом пропах. Это праздник, сведеною на висках. Это радость, со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Это день победы, порохом пропах. Это праздник, сведеною на висках. Это радость, со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова